всем привет меня зовут молчанов павел фатару и в этом видео мы расскажем вам как можно сделать классную коммерческую картинку не используя камеры а снимаем всего лишь на iphone хорошо давай горизонтально более крупно опускай ручку для тебя маленький шажочек вот сюда здорово здорово супер замри 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 прям шикарно держись 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 пока единственное что для того чтобы получить действительно классную интересную фотографию вам понадобится дополнительный свет но чтобы не зависеть от того что происходит снаружи мы будем использовать в этом видео три прибора один из которых бы 10 плюс мощностью 500 джоулей и два прибора b10 мощностью в 250 джоулей для того чтобы синхронизировать это все между телефоном есть специальное приложение которое выпустила компания про фото в котором очень легко управлять мощностью естественным светом и так далее в общем никаких сложностей а только наслаждение и классный результат но пока еще не понятно насколько отличаться будет картинка от айфона от той которую вы бы получили при использовании камеры посмотрим сегодня прошлом видео мы показали вам как сделать предметную коммерческую фотосъемку на iphone с использованием дополнительного освещения импульсного освещения это важно сегодня мы будем снимать на улице модель в условиях естественного освещения и посмотрим на что способны эти приборы важно отметить что синхронизация этих приборов как импульсного света работает только с айфонами на сегодняшний день и с моделями начиная от седьмого айфона то есть в принципе если вы занимаетесь контент менеджментом какой-либо организации либо вы снимаете сами я думаю что у вас айфончик примерно такой да и гораздо новее и так и так эта схема у нас будет достаточно простой мы используем ее часто и вы можете видеть это на наших предыдущих видео в качестве контрового света у нас будет солнышко в качестве рисующего света мы будем использовать бы 10 плюс пока готовится модель я решил сделать картиночку себя и так настройки на телефоне мне сейчас и 120 выдержка 1 500 секунды вспышка работает в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка работает на максимальной мощности сейчас я стараюсь снимать так чтобы модель ему не было в центре кадра поскольку фон у меня уходит сейчас в экспозиции в тень вспышка очень классно отделяет модель от фона то есть если бы нет у нас либо очень светлый был бы фон и волосы модели кусочки одежды бы пересветились но вспышка помогает убрать это и осветить модель как нам надо из важных моментов отдельно вы контролируете экспозицию постоянного света ползунком просто на айфончике вы крутите какой у вас свет ну как вы хотите видеть свет чуть светлее или темнее и отдельно есть ползунок работы со вспышкой это тоже очень удобно важное очень важное дополнение я думаю когда вы снимаете на камеру вы привыкли к тому что как только вы нажимаете кнопку сразу же происходит снимок и моментально загорается вспышка здесь есть задержка но где-то примерно в полсекунды то есть если вы хотите снимать какую-то динамику вам нужно заранее продумывать сюжет чтобы снять прям сильно до того как сработает вспышка действительно полсекунды примерно задержка он чудно стоишь и давай также в ручку к очкам и сейчас поснимаем более крупные планы давай так чтобы сумочка у нас было видно я снимаю на iphone 8 плюс это ну не самый современный на сегодняшний день телефончик но вы все равно видите по качеству картинок что фотки просто офигенские у нас сейчас изменились условия освещения сделали мы это специально модель мы поставили в тень для того чтобы она сильно контрастно выглядела относительно фона а если мы экспонируемся по фону то понятное дело модель будет у нас абсолютно черный если мы будем вытягивать освещение ориентируясь по экспозиции на модель то тогда вот этот весь естественный свет будет настолько интенсивно светить на нее что картинка станет очень плоской именно для этого мы будем использовать еще два прибора один из которых это рисующий свет и второй источник мы будем использовать в качестве контровичка чтобы еще дополнительно отделить модель от фона давайте посмотрим как ведет себя один рисующий источник света тестовый кадр отлично чуть-чуть сейчас делаю экспозицию посветлее и поставлю вспышку поближе к модели потому что все таки свет на фоне достаточно интенсивные один источник света мы выставили начали мы с рисующего освещения чтобы подобрать контраст грамотно относительно фона сейчас у нас блики на модели и блики на фоне находятся приблизительно на одном уровне если мы сделаем картинку еще чуть-чуть светлее возможно будет лучше но еще есть вариант того что пропадет контраст чем светлее я буду делать экспозицию естественного света тем типа тем светлее тени будут на модели я не смогу с ними работать дополнительно в качестве контрового света мы будем использовать профото b10 это мощность 250 джоулей но из-за того что у нас свет не проходит через какие-либо рассеивать или его интенсивность будет гораздо выше отлично да и сейчас контровой светильничек классно подсветил сумку волосы и частично плечико модели но наверное я сделаю его еще помощней добавляю еще одну ступень это практически максимальная мощность то есть и немножко изменю сейчас угол чтобы обрез то есть такой моделирующий свет которые воды который попадает на модель от контрового прибора стал чуть более заметным да сейчас его уже видно гораздо лучше 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 подчеркивает детали на одежде ну и отрисовывает волосы модели по стоп 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 не шевелимся пока выдущий все держи сейчас сейчас пришли с фоном у нас траблы сейчас сейчас все будет мы решили еще немного изменить освещение по одной такой технической причине сейчас фон который находится за моделью освещен очень интенсивно это светлое здание в которой напрямую падает солнечный свет и перебить его в крайне крайне сложно поэтому мы решили немножко изменить угол под которым мы будем снимать модель мы по-прежнему оставляем в тени рисующий источник света у нас остается тем же но чтобы картинка была более интересной я бы сейчас чуть более аккуратно и интересно работать с контровым источником света прибор я сейчас направлю он будет находиться опять же за спиной модели но светить сильно сверху вниз это позволит получить не обрез и на волосах модели на плечах до этого у нас был видим только с одной стороны и сверху его не было ну как бы сверху и не было сильно нужен потому что естественный свет туда попадал но сейчас мы все сделаем своими руками когда вы снимаете на iphone нужен какой-то холдер для него нужна какая-то веревочка потому что постоянно приходится его куда-то бросать и еще одно изменение с этапа сложно работать на самом деле с таким ритмичным фоном как окна даете тем более светлые они сильно привлекают к себе внимание поэтому мы решили модель расположить такой более какой-то нейтральный более темный фон на чтобы еще раз контрастом ее выделить было удобнее и проще и Поскольку мы снимаем в условиях такого очень яркого освещения, софтбокс поедает много света, поэтому мы его решили снять и работаем сейчас со шторками. То есть наш свет сейчас ни через что не рассеивается. Это позволяет снимать с экспозиции естественной гораздо более темной. И благодаря этому у нас классно прорабатывается небо и задний план. Итак, мы сейчас совсем спрятались в тень для того, чтобы продемонстрировать вам, как ведет этот свет без вмешательства естественного. То есть как наши вспышки показывают себя при работе с айфоном. Схема у нас сейчас опять же такая классическая. То есть рисующий свет фронтальный, это мягкий источник света. И за моделью мы расположили жесткий контровичок, который очерчивает ее волосы и дополнительно еще показывает фактуру одежды. Сейчас мы в схему добавили еще один контровой источник, который расположен слева в кадре и справа от модели. Он нам нужен не столько для того, чтобы добавить какую-то прикольную штуку в свете, сколько сделать фон более симметричным. Два фонарика позади модели одинаковой яркости уравновешивают композиционный снимок. Сейчас я еще немного изменил схему. Софтбокс у меня сейчас направлен практически вниз, находится рядом с моделью. Но я его расположил так, чтобы когда модель держит голову ровно или немножко наклоняет, то свет все равно попадает в глаза. То есть можно его повесить сильнее над ней, но тогда брови будут закрывать глаза и будет смотреться это не очень хорошо. Чаще всего это деформирует сильное лицо модели. В таком расположении все круто. Я буду снимать сейчас модель снизу, чтобы как-то утрированно сделать ее более надменной, гордой и возвысить в кадре. И подобная постановка света поможет мне это воплотить. Посмотрим, как мы можем что-то снять без этого света. Выключаем наши вспышки, включаем обычную камеру. Ну да, разница достаточно большая. Итак, сегодня мы показали вам, как работать со светом ProFoto с приборами B10 и B10 Plus на улице. Как вы увидели уже по результату, эти приборы позволяют вам снять классную коммерческую картинку даже на улице в условиях такого сильного, интенсивного, естественного света. А дополнительными приборами вы всегда можете подсветить и сделать картинку вообще классной и незабываемой, не используя никаких камер. Все картинки, которые вы видели в ролике, сняты на iPhone. Они подверглись маленькой, какой-то совсем небольшой коррекции непосредственно на самом телефоне. Но, опять же, по результату вы видите, что эти фотографии совсем не похожи на то, как снимают телефон без дополнительного освещения. Дополнительный свет всегда помогает сделать ваши картинки интереснее, круче и дороже. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите наши предыдущие видео, обзоры, информацию всю, которую мы выдаем. Мы даем очень классно и много. Спасибо, пока! Пока!